Бьют оккупантов с воздуха. Украинским героям нужно как можно больше FPV-дронов, уничтожающих врага и его технику. Насколько эффективно работают ударные беспилотники, демонстрирует военные 108-й бригады ТРО Днепропетровщины, которые сейчас защищают запорожское направление. Журналистка ТСН Кира Овес расспросила пилотов, какие именно боеприпасы переносят эти маленькие дроны и легко ли научиться ими управлять. Эти маленькие птички-убийцы крайне необходимы на фронте, признаются военные. Хоть украинские бойцы и научились использовать это высокоточное оружие раньше, чем враг, но сейчас у россиян такой техники немало. У врага массовое производство, доступ к Китаю, комплектующим, но на массовом производстве никто на качество не смотрит. Это нас и спасает. Там, где применяется FPV, враг не такой наглый. Боец с позывным «Леший» забирает беспилотник в полет, крепит взрывчатку, а затем сопровождает с земли, как штурман. Войну мужчина начинал в роте контрдиверсионной борьбы 108-й бригады и всегда хотел работать с дронами. Мне говорили «не-не-не, ты нужен здесь, тех тренировать, тех нужно готовить, вот там вооружение приехало, не работает, но судьба помогла, я попал в FPV». Перед боевой задачей «Леший» с пилотом Николаем проверяют дроны и отправляют их в полет. «Аэроразведка надала данные по цели». «Аэроразведка предоставила данные по цели. Мы определились типом боеприпасов, которые мы сейчас ставим на дроны. Взлетаем, и разведка в это время, она висит в воздухе и контролирует этот сектор для того, чтобы видеть подтверждение поражения цели». В своей работе пилоты FPV-дронов используют три вида беспилотников – осколочные, фугасные и зажигательные. В рюкзаке пилота, который весит более 30 килограмм, такого добра немало. «Это, как сказать, боги войны, помогают пехоте. Это минометы. Этот миномет 60 миллиметров. Они отлично действуют против пехоты. Мы тоже их носим, прикрываем наших ребят, разбираем эспешки тех не очень хороших людей». Для того, чтобы птицы-убийцы смогли уничтожить как можно больше врагов, на передовой нужны пилоты, и лучше всего, говорят военные, это получается у людей, которые увлекаются компьютерными играми. «Кто занимается играми, абсолютно разными играми, и часто играют на джойстиках, им намного проще, потому что у них выработана моторика пальцев, и они знают, что каждый палец за что-то отвечает». «Каждый палец за что-то повидаем». «Мы ищем ребят, которые могли бы управлять их пиво-дронами. И первое, что мы спрашиваем, играл ли ты в компьютерные игры. Когда это было в последний раз?» «В последний раз». На данный момент в Украине действует мощная государственная программа. Армия дронов ежедневно на фронт отправляют сотни беспилотников. А чем больше дронов-убийц на нашей стороне, тем более ощутимы потери врага. Армия дронов ежедневно на фронт. Армия дронов ежедневно на фронт.